Привет! Я делаю цикл видео о том, что весь наш мир это маска Бога, это он скрывается за этим миром и в любой самой обычной бытовой вещи в этом мире можно увидеть руку Бога каким-то образом. И я хотел сегодня рассказать две вещи, которые можно выучить из самого обычного простого листа бумаги. Человек приходит в мир, и у него есть какой-то его генетический, заложенный в нем материал, и есть что-то, что загружает в него родителей, его воспитание, и у него появляется ряд установок, системы ценностей и взгляды на жизнь. Так вот, человек, который учит Тору с детства, он больше похож, говорят наши мудрецы, на пустой лист, на чистый лист бумаги. А человек, который начинает учить Тору уже в более зрелом возрасте, он похож вот на такой вот лист бумаги. Он уже заполнен чем-то, какие-то штампы тут стоят, печати, чужие мнения, ненужная всякая информация, которую записали в него. И вот с этим вот он, когда начинает учить Тору, поэтому уже вот имеющуюся вот этой грязи, по ней очень сложно написать что-то сверху. Чем раньше её начнёшь учить, тем лучше и тем легче, и тем легче она входит в голову, и тем хуже она оттуда выходит. И второе, что мы можем учить из листа бумаги, мы, как мы сказали, уже набрали вот этих всяких качеств, мировоззрение своё составили, и бывают какие-то качества такие, ну, нехорошие, например, раздражительный человек или жадный, его вот так вот перегибает в какую-то сторону. Он теперь вот такой вот немножко... Его согнули, да, и он не прямой человек, он такой согнутый пополам, он всё время ушёл в какую-то крайность, он гневается, он не может дать денег, он какой-то такой непрямой. Что ему делать? Нужно теперь выпрямить его, просто так не получится. Он всё равно останется согнутым, да, он остаётся таким ущербным человеком. Теперь что с этим единственное можно сделать? Нужно выгнуть лист в обратную сторону, распрямляем его теперь, вот теперь этот лист бумаги, он может быть снова прямым. Что мы из этого учим? Что когда у человека есть какое-то отрицательное качество, которое он хочет проработать, какое средство он должен для этого использовать, перейти теперь в обратную крайность. То есть человек очень жадный, он должен начать давать и прямо без ограничений. На какой-то период времени он должен перейти вот так вот на обратную сторону от качества, которое есть у него сейчас. И вот в этом состоянии какое-то время находиться, и потом уже он сможет перейти на золотую середину. А золотая середина это самое главное качество, и самое лучшее, и правильное вообще из всех качеств, которые существуют, просто быть нормальным. Ну и самое главное, я дал тебе какие-то инструменты. И теперь что тебе нужно делать? Учи Тору с молода, прям с самого начала, или сколько бы тебе ни было лет, сейчас лучший момент начать это делать. Знаете, есть такая поговорка. Лучший момент посадить дерево был 20 лет назад, а второй лучший момент сегодня. Так вот, прямо сегодня бери и начинай учить Тору, потому что чем дольше ты ждешь, чем больше ты ждешь, тем меньше места остается вот здесь. И вписывать Тору придется уже где-то между строк. А второе, для достижения своей золотой середины, если ты раздражительный, прям стань на месяц, на другой просто гуру, человек спокойствия, который не раздражается вообще ни от чего, и ни в какой ситуации. Вот это инструменты, которые ты можешь использовать каждый день, и стать вообще другим человеком, а теперь иди и делай себя. Я делаю... Я делаю цикл видео о том... Субтитры сделал DimaTorzok